Привет! Как дела? Сегодня я расскажу об одной трагической истории, которая коснулась меня косвенно, но тем не менее она произошла в моей второй английской семье, где я выгуливала собак. Итак, сегодня о пожаре в Кенсингтоне. Когда я жила в той семье, это был 2013-2014 год, и я училась тогда в колледже. Но к концу лета мой контракт с ними закончился, и я не могла найти работу в течение 4 месяцев. Но я оставила у них свои вещи, а в это время переехала к брату на Стратфорд, и там у него жила, искала работу. И так как я не хотела таскать вещи туда-сюда, так как я искала работу все-таки в западном Лондоне, думаю, что я буду с одного конца города возить вещи на другой конец города, я спросила у них разрешение, можно ли оставить все это в моей комнате, все упаковала в коробочки и запихала в те шкафы, которые там были. В принципе, комната была гостевая после меня, то есть там у них иногда приезжали гости, кто-то оставался на ночь, и там спали. А так, в принципе, там было два комода, один, которым я пользовалась, и где у меня лежали все мои вещи, я оттуда все вычистила и положила в шкафы. А второй комод был их, там лежали какие-то их старые вещи, фотографии, какие-то деньги с разных стран собранные, в общем, какие-то, видимо, семейные артефакты. И, в принципе, вот так вот все четыре месяца мои вещи у них там и провалялись. И как раз в тот момент, когда я нашла новую работу в семье вот с папой и двумя детьми, о которой я тоже уже рассказывала, именно в тот день у них случился пожар. И как это ни странно, именно в тот день я приходила к ним домой, как раз я отвезла детей в школу, это был мой первый рабочий день в новой семье. Отвезла детей в школу, и на обратном пути, я еще помню, встретила хозяйку, она как раз выгуливала собак, я же уже не работала с ними. И мы вот так встретились, и я спросила у нее разрешение, можно ли зайти домой, забрать одеяло, потому что в первую ночь в моей новой семье я подмерла и решила забрать, чтобы у меня было два одеяла, укрываться двумя одеялами. Заодно забрала и подушки. И получается, это все, что я спасла из пожара именно в тот день. Я была у них утром в 10 часов, а пожар произошел в час. Я, конечно, после этого очень сильно боялась, что еще могут и меня обвинить, мало ли я там что-то подожгла. Но большой разрыв во времени, и в час я уже была в другом месте. Я уже на тот момент еще нашла одну подработку в русской семье по воскресеньям. И как раз проходила испытательный срок, то есть меня пригласила хозяйка в русскую семью два часа поубираться и рассказать, что к чему в том доме, в котором я, предположительно, должна была работать по воскресеньям. И как раз в тот момент, когда я там что-то убирала, мыла полы у нее на кухне. Мне позвонила хаускипер из дома с собаками и спросила, Настя, ты где и что и как? И, в общем, спросила, не было ли кого-то в моей комнате. Я спросила, что случилось. Она говорит, у нас тут пожар, мы горим. Я очень сильно испугалась, что даже у меня, вот я мыла на кухне полы, и у меня ведро с водой опрокинулось. И как раз хозяйка заходит из русской семьи в кухню и говорит, ничего, Настя, ничего страшного, просто прибери все снова и все. Я думаю, ну, наверное, на этом моя работа в русской семье закончила. Нет, все было хорошо с русской семьей. О ней я тоже чуть-чуть попозже расскажу. А пока про пожар. Итак, что же произошло в тот день? И наложить вот так. Вот так вот. Все, молодец. Все, рядышком лежи. Вот так, молодец. Итак, что же произошло в тот день? В комнате девочки, которая жила подо мной, под моей комнатой, как-то внезапно возник пожар. Я, конечно, подозреваю, что это могло случиться из-за оставленного включенного света. У нее часто горела лампочка на тумбочке. Она никогда не выключала свет. Я после нее ходила и выключала все. И, возможно, какая-то тряпка или шторка попала на эту лампу. И вот так вот все это загорелось. Но впоследствии пожарники так и не смогли найти причину. И сказали, потому что тогда было очень яркое, ослепляющее солнце именно в тот день. И, возможно, как-то солнце отразилось в зеркало, которое тоже стояло у нее на тумбочке. И от зеркала пошло на шторку или что-то как-то так. Конечно, все, что было в ее комнате, сгорело. А там просто был такой бедлам. Просто у всех англичан, у девочек, да и у мальчиков тоже в комнатах. Ну, родители очень много всего накупают. Очень много всякого барахла. У девочки, конечно, все лежало на виду. На камине, на полках, на тумбочках, на кровати. И все кое-как, пока не придет хаускипер и не наведет более-менее порядок. И как бы она сильно не парилась. Она знала точно, где у нее лежат там сережки, духи и еще что-то. Но, в общем, суть не в том. Суть в том, что абсолютно вся ее комната полностью выгорела. И также пожар пошел на мою комнату, но моя комната выгорела где-то наполовину. И вот когда хозяин мне сообщил об этой новости, тоже говорит, что у тебя там было, давай составляй список. Нам страховая компания будет возмещать ущерб и мы тебе заплатим за твои вещи. Вот так вот они еще решили со мной поступить добросовестно и как бы решили заплатить мне за мои вещи. Вот я тут сохранила газету как раз о том дне и тут написано, что у них произошло в доме. Дом их на тот момент стоил 2,5 миллиона. Это викторианский таунхаус. И больше всего, конечно, хозяева волновались за то, что хозяйка, она же писатель, она в тот момент начала писать новую книгу и что ее ноутбук сгорел или залило водой. Потому что приехало 8 пожарных машин и около 60 пожарников тушили вот этот вот пожар. Кстати, по поводу пожарников мы с мамой как-то ходили на, по-моему, 150-летие. Пожарные станции в районе Челси и там нам показывали демонстрацию, как они спасают людей из раскореженных автомобилей, как они вырезают это, как они лезут там на какие-то этажи, тоже там кого-то спасают. Челси мне сегодня помогает, да? Помогает? Так что тоже было очень интересно. О пожарной станции я тоже, может быть, когда-нибудь расскажу. Очень много всяких интересных, занимательных мероприятий проходит в Лондоне. И когда ты попадаешь на такие мероприятия, ну не знаю, мне становится интересно, допустим, узнать о пожарной службе в Лондоне. Как все это обнаружилось? Хозяев, естественно, не было дома в тот момент, когда это произошло. Вообще никого не было дома, кроме хаускипера, которая была внизу. И соседи, я уже где-то рассказывала про то, что соседи бдят, что происходит вокруг по соседству, и соседи приглядывают за соседями. Соседи увидели, что крыша нашего дома, дома, моих хозяев, дымится, и позвонили в 999, вызвали пожарных, а также стали стучать, звонить в дом. Хаускипера открыла. Конечно, она говорит, я ужаснулась, что мне сообщили такую новость, побежала наверх, потому что, говорит, я даже не знала, есть кто дома или нет. И, говорит, слава богу, в ту секунду, когда я открыла дверь и увидела пожар, и закрыла её, там что-то взорвалось, типа дезодорант или что-то такое. Говорит, если бы я её не закрыла, могло бы задеть меня, и вообще, не знаю, осталась ли бы я в живых или нет. Также она в экстренном порядке эвакуировала всех трёх собак. То есть она выбежала из дома, когда это всё произошло, пожарные приехали, но потом вернулась домой, слава богу, собаки были внизу, и она их всех вытащила. В общем, там такое происходило, она мне как рассказала, я, говорит, я сама ужаснулась. Потом, когда уже всё поутихло, расследование прошло, где-то через недели-две мне позвонил хозяин и сказал, что моя комната выгорела наполовину, и, возможно, какие-то мои вещи сохранились, и я могу прийти домой и посмотреть, может быть, что-то удалось спасти. Когда я поднималась наверх, я, конечно, была в ужасе. Я взяла с собой камеру, кстати, и думаю, ну, на всякий случай поснимаю. Когда мы такое ещё пепелище увидим, так как я фильмейкер, я уже училась полгода к тому моменту в университете, и, конечно же, все вот такие вот, как это сказать-то, нестандартные синери, то есть декорации, это было, конечно, ну, очень редко такое увидишь и думаю, ну, дай сниму на всякий случай. И что вы думаете? Потом мне пригодилось это в фильме. Мне как раз надо было какой-то фильм создать, я не помню на какую тему, но, в общем, я воспроизвела вот этот вот пожар в своём фильме, даже использовала девочку, у которой я уже в другой семье была няней, она с удовольствием сыграла главную роль. В общем, пригодились эти фотографии, эти видеофайлы. Конечно, это неэтично, скорее всего, с моей стороны было снимать это, но это тоже коснулось меня, и думаю, ну, мало ли что, вдруг ещё пригодится, вдруг как в качестве расследования там ещё что-то. Кадры страшные, вот что есть, показываю. В общем, я поднялась на свою территорию, в свою комнату, там половина выгорела, то есть остались одни балки, и туда ступать, конечно, было очень страшно, то есть я туда старалась не заходить. А со стороны шкафчиков, где я оставила все свои вещи, там, в принципе, всё было просто подкопчённое. И что вы думаете? Я открыла эти шкафчики, и там все мои вещи живы-здоровы, единственное, что они задымились, что-то покрылось пеплом, в общем, весь мой став, все мои вещи, а я насчитала в листе, меня же хозяин попросил составить лист всех моих вещей, я не знаю, я там вплоть до каждого шнура, ну, мало ли, всё-таки страховая, она побольше денег возвращает, и думаю, ладно, напишу, всё-всё-всё-всё-всё-всё, вспоминала, что у меня было. И оказалось, на 2700 я насчитала, вот лист какой есть, я вам показываю, что я там писала. Оказывается, у меня там было штук 20 платьев, штук 30 всякой обуви, картины мне подруга оставила вот из Дубая, которая уезжала как раз в Дубае. В общем, какие-то ещё не мои вещи, потому что там были очень много всего. И именно всё я там и оставила у брата, у меня была одежда, в которой я уехала, ну, и пару чемоданов там у него тоже оставляла в кладовочке. Поэтому, как бы, я думала, всё, что было у меня у брата, вот это всё и осталось у меня. А остальное всё сгорело. Но мне повезло больше, чем, допустим, девочке, у которой всё сгорело. Вторая девочка на тот момент не жила, она более взрослая, она жила, по-моему, в Германии ещё тогда. Но у неё там тоже какие-то вещи были и тоже сгорели. У неё комната была рядом с той девочкой, которая школьница. А у школьницы мама тоже очень сильно переживала. Она как раз готовилась к экзамену GCSE, это примерно как у нас ЕГЭ. И что-то уже сделала, что-то, наработки какие-то были. И мама вот очень сильно переживала, потому что от этого экзамена очень сильно зависит поступление, в какой университет ты попадёшь. Ну, не знаю, как там с этим они выехали. Ну, скорее всего, ей какую-то отсрочку дали. Вот, так что очень страшный такой день был. После этого семья где-то около года жила около Холланд-парка в каких-то апартаментах. Там была такая большая квартира, помню, около 11 комнат, по-моему, я начитала. Но я там только один раз так пробежала, посмотрела, пока никого не было. В основном я уже продолжала гулять с собаками на тот момент, когда я работала в моей третьей семье. По утрам я приходила уже к ним туда, в эти апартаменты, забирала собак, и мы гуляли в Голландском парке. Обо всём об этом, наверное, я буду рассказывать в следующий раз. Как мы там с собаками тоже пытались дружиться с новыми собаками, как мы находили новых друзей, знакомых, и как вообще семья существовала в этой квартире. Ну, в общем, да, новелла, которую писала моя хозяйка, не пропала. Она нашлась на Cloud Backup, то есть она восстановилась, в общем, в облаке. И, слава богу, вот всё, что она успела написать, не пропало, и она продолжала уже писать свой рассказ в другом месте, вот в районе Холланд-парка. Поэтому вот такие вот бывают ещё и грустные истории, не только всё хорошее было в Лондоне. Но, тем не менее, даже брат мне позавидовал, сколько, говорит, у тебя происходит интересных событий. Пусть даже не таких весёлых, как обычно, но даже пожару он позавидовал, потому что у него была такая тихая, спокойная, размеренная жизнь. Ну, не знаю. Пожар – это, конечно, такая серьёзная ситуация, и я бы не позавидовала людям, у которых что-то сгорело. И вообще у этой семьи, считай, полностью сгорел дом. Это, конечно, была огромная боль для этой семьи. Ну, и даже я переживала, ну, я не говорю уже про хаус-кипера. Вот так что вот так такие бывают истории, не только весёлые и жизнерадостные, но и грустные, печальные. Слава богу, что все живы-здоровы, и никто не сгорел, и всё более-менее в порядке. Пока на этом всё. Я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok